Сталин, изучая его планы строительства каналов, железных дорог, преобразования природы и сравнивая их со всем тем объемом информации, которую удалось нарыть за недавнее время исследователям реального прошлого, все более становится понятно. Иосиф Виссарионович знал, каким был мир до потопов. Сегодня мы уже поняли, что по крайней мере две недавние глобальные катастрофы 17 и 19 веков занесли слоем грязи и глины, соответственно, всю поверхность нашей планеты. Под этими слоями поочередно оказались поля, города, реки, искусственные каналы, железные дороги, в общем, вся инфраструктура погибших в 17 веке античной и в 19 межпотопной цивилизаций. Наша цивилизация, по моей гипотезе начавшаяся только с 1842 года, получила в наследство часть уцелевшей инфраструктуры предыдущей, межпотопной. Но кроме наиболее сохранившейся в ту глобальную катастрофу территории Европы, хозяйственную деятельность нужно было возрождать и там, где все оказалось под толщей той самой глины, которая в Европе засыпала только нижние этажи краснокрепичных зданий. А вот в Сибири и на Урале были такие места, где засыпала эти города по самую крышу. При этом нужно учесть, что катастрофические события продолжались в некоторых регионах планеты всю вторую половину 19 века, вплоть до первого десятилетия 20. И только на стыке этих веков в Сибири и на Дальнем Востоке начали разгребать засыпанную Транссибирскую магистраль и восстанавливать города. В своем недавнем фильме «Вот как в 19 веке появился Байкал» я привел серьезные факты о том, что эту Транссибирскую магистраль именно раскапывали, а не строили с нуля. А само озеро Байкал в современном его виде, похоже, образовалось только в 1862 или в 1864 году. Причем, скорее всего, это произошло вследствие сейсмоактивности, вызванной падением на Землю второй части обломков космического тела, остававшихся на орбите Земли после падения первой части этих обломков в 1842 году. До 60-х годов 19 века Байкал, получается, был намного меньше. И это были, по крайней мере, два озера. Одно из них – это современная южная часть Байкала, а второе озеро – это самая северная часть современного Байкала. Эти озера и соединила огромная трещина, наполнившаяся подземными водами. Но вернемся к Сталину. Похоже, он знал истинный технологический уровень предыдущих цивилизаций. Знал он и местоположение объектов их инфраструктуры. В фильме «Вот зачем Сталин выдумал дамбу через Каспий» я показал его проект преобразования природы, который включал в себя не только высадку лесополос и строительство водохранилищ, но и возведение такого вот сооружения, как дамба через все Каспийское море, которое имело задачу вернуть водоему его прежний античный вид и сделать его снова пресноводным Хвалынским озером, которое превратило бы пустыни и полупустыни Нижней Волги, Южного Урала и вообще всей Средней Азии снова в цветущий край. Планировал Сталин и строительство дамбы аж в Охотском море, которое так же, как и Каспийское, появилось только после античного потопа. Из технологических объектов лидер Советского Союза средины 20 века планировал воссоздать заполярные железные дороги, мосты и тоннели на Аляску и Сахалин. Планировал Сталин восстановить и ряд допотопных каналов, таких как, например, этот из Каспия в Персидский залив. Такой канал хоть и замысловато, но все же обозначен вот на этой карте. Напомню, античность это реально Средневековье. Карта датирована как раз 16 веком. Часть каналов Сталину восстановить удалось. Это и знаменитый Беломорканал, гидросооружения Москвы, соединяющие Москву-реку с Волгой. А вот Волгодонский канал, похоже, пришлось построить с нуля, так как прежний был короче и соединял Волгу с обмелевшим после потопа средины 19 века притоком Дона. Не все реки смогли восстановиться фактически на новой поверхности, после того, как их засыпал многометровый слой глины. В фильме «Тайна того, чего быть не должно» я показал материальные следы, сохранившиеся на местности в районе Камышина, и карты этого первого Волгодонского канала, построенного еще в 18 веке. Причем историки об этом канале сочинили, как обычно, запутанную сказку. Типа его строил сначала Султан, а потом и Петр. Но вот не достроили. Поэтому и учитывать канал совсем не нужно. А Волгу и Дон смогли соединить только в середине 20 века. Но мы с вами уже хорошо понимаем, что 18 век был технологически совсем не таким, как рисуют нам его эти историки. Тогда, после потопа конца 17 века, уничтожившего сказочную античность, началась следующая цивилизация стали, красного крепича и эфирной энергетики, которую я назвал межпотопной. Она-то и построила на античных руинах все то, что мы сегодня не можем восстановить после уже ее гибели, в момент катастрофы средины 19 века. Но мы, оказывается, пытаемся. И вот новый проект в подтверждение моей гипотезы. Его в 40-е и 50-е годы 20 века тоже планировал осуществить Сталин. Тогда же и разработали первый проект соединения Черного и Каспийского моря. Причем соединение не через Волгодонский канал, а напрямую. И снова, с огромной долей вероятности, такой канал до конца 17 века или до середины 19 существовал. Что, в общем-то, очень хорошо видно по рельефу местности, где его сегодня планируют построить. Кумаманыческая впадина – это вытянутая низменность, похожая на речную долину. По моей гипотезе, после потопа конца 17 века, Понтийское и Хвалынское пресноводные озера стали солеными морями, которые во времена расцвета межпотопной цивилизации Петра и Екатерины, Похоже, соединили не одним Волгодонским каналом, тем коротким из Камышина, а двумя. Главным каналом был как раз этот, соединяющий моря напрямую. И с огромной долей вероятности этот же канал существовал во времена античности. А сегодня уже завершается проектирование этого же гидросооружения под названием Евразия. Особого труда такой канал построить не составит. Перепады высот, особенно в Кумаманыческой впадине, по которой и пройдет большая часть канала, совсем небольшие. Ну что же в Кумаманыческой впадине мы имеем сегодня, после изменения речных систем. Теперь тут протекает река под названием Маныч, впадающая в Дон восточнее Ростова. Исток Маныча находится в Кавказских горах, и в Кумаманыческую впадину русло реки заходит в районе города Буденоск, поворачивая влево в сторону Дона. Параллельно с Кавказских гор течет Кума. Ее русло в районе этого же Буденоска сворачивает вправо и далее идет в Каспийское море. Обе эти реки образовались уже после глобальной катастрофы средины 19 века. Кумаманыческая впадина для них очень большая, а главное это впадина как стрела прямая. Природа, как мы знаем, не строит правильной геометрии. В общем, с огромной долей вероятности тут раньше был искусственный канал, причем широкий и глубокий. Хотя, конечно же, эта впадина геологическое образование, но окончательный вид ей, похоже, придал человек. А я продолжаю. Комплекс оздоровления, разработанный многим известным Джоном Коннором. Хорошо, что не в бункере после апокалипсиса. Первый и второй этапы этого комплекса я уже прошел. Хотя это было только очищение, мне удалось сбросить около 10 килограмм. Начинал я с 94. Сейчас мой вес стабилизировался на 86. Но сразу первые два этапа мне пройти не удалось. Пришлось прервать в связи с поездкой в Марокко. И после возвращения я начал все заново. И так голодать мне еще никогда в жизни не приходилось. Да, эти первые два этапа комплекса даются очень тяжело. Но зато это эффективно. Но вот, наконец, я дошел до третьего этапа. Он называется антипаразитарная или фунготерапия. И продолжительность его целый один месяц. Этот этап основан на лечебных свойствах некоторых грибов. В нем используются грибные препараты производителя фунгоши. Это лисички. Они предназначены для борьбы с гельминтами. То есть, это реальная антипаразитарка. А паразиты есть во всех. Это препарат трутовника лиственного. Он восстанавливает печень. А это препарат шитаке. Он укрепляет иммунитет. Также для очищения печени нужно принимать расторопшу. А контроль и помощь в очищении осуществляется через бота, созданного Джоном Коннором в Телеграме. Я надеюсь, что после этого комплекса очищения у меня, наконец, пропадет гепатоз, с которым я борюсь уже несколько лет. А еще, кроме тех 8 килограмм, на которые я уже похудел за первые два курса, я надеюсь похудеть еще на 5, а может быть даже на 10, чтобы мой вес стабилизировался менее 80. Ссылку на программу очищения Джона Коннора вы найдете под этим видео. Официальные источники утверждают, что эта кумамоническая впадина, протянувшаяся узкой полосой шириной от 1 до 30 километров с северо-запада на юго-восток между Азовским и Каспийским морями, на целых 700 километров, является бывшим морским проливом между этими же морями Плейстоценового периода, о чем свидетельствуют солончаки, оставшиеся после отступления уровня этих морей. Об этом же свидетельствуют и множество аммонитов. Но мои исследования говорят о другом. До глобальной катастрофы конца 17 века эти моря были Понтийским и Хвалынским пресноводными озерами. Об этом же говорит научно признанная теория Черноморского потопа американских ученых Питмена и Райана, только их датировка 7,5 тысяч лет назад. Плейстоцен это по определению эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2,5 миллиона лет назад и окончившаяся ледниковым периодом 12 тысяч лет назад. Нестыковка даже с датировкой Черноморского потопа Питмена и Райана на целых 4,5 тысяч лет. И это если считать по самому концу Плейстоцена. Но я к этому прибавлю свои исследования. На дне Черного моря или залитого соленой водой, пусть даже по Питману и Райану 7,5 тысяч лет назад пресноводного озера, находятся руины античных городов. А античность, официальная историческая наука, датируют 3 тысячам лет назад. Здесь даже не стыковка с американскими учеными, не говоря уже о том самом Плейстоцене. Во времена так называемого ледникового периода античности еще и близко не было. Хотя и сам этот ледниковый период, конечно же, выдумка. Кто не верит, прочитайте источники такой науки антиглецология. А в общем, соли и аммониты в кумоаммонической впадине появились гораздо ближе к нашему времени. Карты 16-17 веков, такие как Меркаторская, Таврика, Херсонеская, показывают нам как раз Понтийское озеро, до поднятия его уровня на 150 метров. И получается до того, как оно стало соленым морем. А датировка этому все тот же конец 17 века, когда в глухие дни Бориса Годунова, узрев комету, дрогнула земля. О процессе очень быстрого восстановления засоленных почв я говорил в фильме, что находилось подо льдами Сибири 300 лет назад. В потоп 17 века уровень Мирового океана первично поднялся на 200 метров, но к средине 18 века он спал на 50. В конечном счете и составив ту разницу в 150 метров, которую вычислили Питман и Райан. Это кратковременное превышение уровня Мирового океана на 50 метров мы вычислили в крымских экспедициях. Так что кумоамоническая впадина со средним превышением над современным уровнем моря в 20-25 метров пробыла под соленой водой во времена превышения на 50 метров с конца 17 по средину 18 веков. Вот тогда там и появилась соль. Во всех местностях планеты, где стояло это превышение на 50 метров, на дне образовался слой грязи, сорванной волнами мега-цунами с местности их прохождения. Этот слой сегодня мы очень хорошо видим. В нем перемешаны кости, битая керамика и морские ракушки. И именно этот слой сегодня разгребают археологи, раскапывая античные города Крыма и Средиземноморья, которые в 17-18 веке, оказывается, находились под водой. Но следующая глобальная катастрофа средины 19 века опять завалила всю поверхность земли слоем глины. Чем грязь, перемешавшая кости, битую керамику и морские ракушки в 17 веке отличаются от глины 19 века в фильме «Вот так, глина и грязь от разных потопов». Получается, остаточная засоленность почв в Кумаманычской впадине говорит лишь о ее недавнем происхождении. Такая же остаточная засоленность сохранилась 17 века в некоторых регионах Сибири, в Крыму, вокруг Каспийского моря. Там, где ранее были границы Хвалынского пресноводного озера, в которое тогда же в 17 веке с севера слились, как и в понтийское, волны бега цунами, несшиеся через Евразию из Северного Ледовитого океана. Таким был механизм глобальной катастрофы конца 17 века. Но эта остаточная засоленность скоро исчезнет. Вернее, над ней образуется достаточный слой плодородных почв, истинная скорость роста которых показана в фильме. Вот почему над глиной 19 века так быстро образовался чернозем. Получается, все вроде бы новое, хорошо забытое, старое. А наша цивилизация восстановила лишь малую часть допотопной инфраструктуры. И сегодня некоторые подобные стройки становятся важнейшими проектами, как, например, этот канал Евразия. Причем наряду с проектом канала в Персидский залив, также из Каспийского моря, тоннелем под Беринговым проливом и мостом на Сахалин. Канал Евразия призван восстановить не только экономические маршруты некого срединного государства Евразии, но и его центральное геополитическое положение на континенте. Похоже, мы входим во времена великих строек. Ведь этот канал Евразия планируют запустить уже к 2030 году, достигнув объема перевозок 20-25 миллионов тонн. Китай и Казахстан благодаря этому каналу получат окно практически в Средиземное море, конечно же, через Черное. Основной проблемой существующего сегодня Волгодонского канала, построенного в средине 20 века, является его ограниченная пропускная способность. И, конечно же, небольшая глубина, не позволяющая проход по рекам крупнотоннажных судов. По существующему каналу способны проходить только суда класса река-морья, не более 7 тысяч тонн водоизмещения. А канал Евразия планируется построить уже для прохода морских судов, зерновозов из Казахстана и контейнеровозов из Китая. Канал даст возможность Казахстану переориентировать значительную часть своей внешней торговли. Китай же получит порты перевалки своих грузов в непосредственной близости от своих границ, сократив железнодорожное плечо до минимума. В Каспийские порты Китай направит большую часть своего грузопотока в страны Средиземноморского бассейна, минуя при этом длинный путь через Индийский океан и Суэцкий канал. Но это экономические перспективы. Интересно то, что Каспийское море становится каким-то срединным, если, конечно, действительно построят из него два запланированных канала. Евразию в Черное море и Транс-Иранский канал в Персидский залив, который, похоже, и показан на допотопной карте. А если еще действительно построят Сталинскую дамбу, отделив северную часть Каспия, и вернут его в прежние границы Хвалынского пресноводного озера, при этом еще его опреснят. Представьте, как тогда изменится природа во всем этом желтом пятне, находящемся сегодня прямо посредине мировой карты. Почему дамба будет способствовать опреснению северной части Каспийского моря, смотрите в фильме «Вот зачем Сталин выдумал дамбу через Каспий». А между тем, окружающий нас мир все больше приближается к своему допотопному состоянию. На наших глазах изменяется климат. Кто-то восстанавливает допотопную инфраструктуру. Но самое главное, что снова кто-то за всем этим стоит. Подписывайтесь на наш канал, становитесь его спонсорами. В разделе «Спонсорство» вы сможете смотреть все наши фильмы без какой-либо рекламы. Там же мы публикуем более расширенный контент, чем в общем доступе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!